Привет! Наступление Нового Года становится игнорировать все сложнее, и если где-нибудь в сентябре-октябре, когда начали появляться первые елки в торговых центрах, еще как-то можно было от этого откреститься, то сейчас уже деваться некуда, и надо признать, что Новый Год все-таки наступит. Вместе с Новым Годом наступает период самого безумного, активного, бессмысленного и беспощадного подарка-дарения, люди начинают обмениваться друг с другом всякими материальными, нужными, а чаще всего ненужными вещами, по миру циркулирует огромная волна всяких вещей, и параллельно с ней идет другая волна цунами упаковок от этих вещей, и если ты не то чтобы даже обязательно встал на путь Zero Waste, но хотя бы думаешь о том, как уменьшить количество отходов и перейти к какому-то более осознанному потреблению, то ты очень много об этом думаешь и внутренне содрогаешься от всего этого. В этом видео я предлагаю нам с вами делиться друг с другом классными идеями о том, как не надарить нашим близким и родным чего-нибудь совершенно бессмысленного и ненужного, и не получить в ответ от них в два раза больше того же самого. Летом ровно в свой день рождения я уже снимала видео о том, как перестать получать бесполезные подарки от других людей, я оставлю ссылку на это видео внизу, но с днем рождения все немножко проще, там совершенно понятно, на ком сконцентрировано внимание, ты сам, собственно, являешься человеком, которому дарят подарки и можешь, в принципе, высказывать какие-то пожелания. А Новый год это такой период, это как война всех против всех, все пытаются друг другу дарить, все боятся проявить недостаточно внимания, и поэтому все немножко сложнее. В этом видео я расскажу о том, какими общими принципами я руководствуюсь, когда выбираю подарки для тех людей, которым все-таки важно получать подарки, и что я делаю для того, чтобы эти подарки имели максимальный шанс на успех, то есть понравились тому, кому я их дарю, и чтобы они были полезными. А после этого я поделюсь с вами большим, я бы даже сказала, огромным списком идей подарков, большинство из которых вообще Zero Waste, а, ну, некоторая часть, наверное, с каким-то минимальным количеством отходов. Общий принцип номер один это то, что какой-то виртуальный подарок всегда лучше, чем материальный, потому что даже если вы прогадали, ошиблись, и человек не воспользуется тем, что вы подарили, самое страшное, наверное, что может случиться, это что какой-нибудь, не знаю, продавец виртуальных каких-нибудь курсов станет немножко богаче. Но при этом, если вы дарите что-то материальное, что человеку не понравилось или что не будет им использоваться, ну, это, конечно, всего гораздо хуже, потому что заводы работали зря, маленькие китайские дети зря портили, не знаю, там, свое зрение и здоровье, была потрачена куча ресурсов, были потрачены другие ресурсы на том, чтобы все это перевести, и в конечном итоге все это отправится куда-нибудь на свалку. Кроме того, виртуальные подарки, они обладают свойством гибкости, в отличие от чего-то материального. Если вы подарили человеку наушники, которые не влезают ему в уши или сидят как-нибудь неудобно, то с этим практически ничего нельзя сделать. А если вы подарили какие-нибудь курсы, то, ну, в зависимости от того, что вы дарили, человек можно, допустим, там, выбрать какую-то удобную для себя дату или вообще один из нескольких курсов, в зависимости от того, что это было. Принцип номер два – это то, что какое-то событие или мероприятие, то есть упакованный экспириенс – это гораздо лучше, чем какие-то аксессуары или атрибуты. Что я имею в виду? Подарить кому-то урок живописи, где человек придет в мастерскую, где будут хорошие кисти, хорошие краски, он будет с удовольствием рисовать под руководством какого-то профессионала. Это гораздо лучше, чем взять и подарить ему, не знаю, коробочку с красками и пару кистей. Совершенно не факт, что он все это сможет использовать, что он действительно этим заинтересуется. А если он посетит вот какой-то такой мастер-класс, то он, во-первых, сможет понять, интересно ему или нет. И если интересно, он потом уже сам сможет все приобрести более осознанно и выбрать то, что ему действительно нужно. И вообще подарить мастер-класс по лепке из глины – это гораздо лучше, чем подарить горшок. Третий принцип – это баланс между гибкостью и конкретикой или персонализацией. Мы можем, с одной стороны, долго выбирать и подарить какую-то конкретную вещь определенного цвета, размера, модели, но тогда гораздо больше вероятность, что эта вещь может в чем-то одариваемого не устроить и чем-то ему не подойти. Но при этом совершенно понятно, что вы вложили много сил, каких-то душевных метаний для того, чтобы это выбрать. С другой стороны, можно дарить гораздо более гибкие подарки и, наверное, крайняя точка – это просто деньги на этой шкале. Но тогда, да, получается, что, в общем-то, как бы снимаешь с себя некую ответственность по выбору подарка и часть этой ответственности перекладываешь на того, кому ты его даришь. Четвертый принцип – это что-то в стиле «не сыпьте соль на рану, соблюдайте границы и опасайтесь триггеров». Я абсолютно уверена, что все мои зрители – люди тактичные, но все равно, конечно, надо сказать, что далеко не все подарки можно подарить кому угодно. Если какой-нибудь очень близкой подруге вы можете подарить менструальную чашу, то какой-нибудь своей коллеге, которую вы видите три раза в год, ну, наверное, это как-то слишком. Опять же, если вы кому-то планируете подарить абонемент в спортивный зал, например, то надо подумать, не обидит ли это человек, не воспримет ли он это как то, что он плохо выглядит. Опять же, если вы с кем-то обсуждали, допустим, что человек хочет заняться своим стилем, и вы дарите ему шоппинг со стилистом, это нормально. А если вы просто ни с того ни с сего преподносите какой-нибудь своей знакомой услуги стилиста, то она может подумать, что вообще вы считаете, что нахреново выглядит. В общем, надо думать, кому что даришь, но я думаю, что это все очевидно. Ну и последний принцип – это reuse, реиспользование. Можно, в принципе, подарки передаривать. Естественно, не надо передаривать то, что вообще откровенный хлам вам просто совсем не нужно. Но если это что-то действительно интересное и классное, достойное того, чтобы быть подаренным, но, допустим, у вас уже есть дубликат, мне кажется, совершенно нормально подарки передаривать. И плюс я всегда переиспользую упаковку от подарков. То есть если мне приносят что-нибудь в каких-нибудь вот этих пакетиках с ручками, какую-нибудь такую вот эту шуршащую упаковочную бумагу, как наполнитель, который используют, я это все совершенно спокойно использую заново и радуюсь. Ну и, конечно, я должна отметить секонд-хенды. В среднем считается, что дарить что-то не новое – это не очень этично, и я, наверное, с этим согласна. Но есть и исключения из правил. То есть какие-то вещи бывают только винтажные. Если человек нормально к этому относится, что-нибудь такое коллекционирует или этим увлекается, то почему бы и нет. Мы, кстати говоря, в этом году, как и в прошлом, и в позапрошлом, будем обмениваться открытками с нашими соседями. Здесь такая традиция. Я бы в целом, конечно, обменивалась скорее виртуальными открытками, но я придерживаюсь тех традиций, которые здесь есть. И мы попросили наших родственников привезти нам российских открыток. И, на мое счастье, часть из них они купили в секонд-хенде. Это настоящие такие советские открытки, которые я помню из детства. Мне кажется, это очень прикольно. Не знаю, насколько наши соседи-голандцы оценят это, но мне самой будет приятно такие открытки им засунуть в почтовый ящик. Но давайте уже переходить, наверное, к самой полезной части этого видео, к списку подарков. Я надеюсь, вы почерпнете для себя какие-то идеи. Естественно, подарки можно как-то комбинировать. В общем, выбирайте то, что вам подойдет. И если у вас еще после этого это натолкнет вас на какие-то идеи, то обязательно оставляйте комментарии. Я думаю, это будет очень полезно всем, кто будет смотреть это видео после вас. Лично для меня наиболее желанные подарки – это деньги и подарочные карты каких-нибудь классных магазинов. Ну, например, Икея, потому что я все равно что-то там рано или поздно куплю наверняка. Да, здесь, как я уже говорила, есть некоторый такой момент, что ой, как будто бы человек о тебе не подумал, не подумал, что на самом деле тебе понравится, мало вложил души в это. Но лично мне такие подарки действительно больше всего по душе. Следующий блок идей – это какие-то съедобные подарки. Я, в принципе, такое тоже люблю. Мне нравится в этом то, что что-то принесли вкусное, прикольное. Ты все это съел вместе с гостями, скорее всего, очень быстро. И после этого ничего не остается, не появляются какие-то лишние ненужные предметы в доме. В общем, я считаю, что это тоже классные идеи. Что я имею в виду? Можно, например, подарить ящик мандаринов или бананов, сделать тазик оливье на всех и притащить все это, поставить на общий стол, если вы в какой-нибудь компании отмечаете. Можно подарить бутылку вина или какого-нибудь шампанского в зависимости от бюджета, советского или французского. Можно какие-нибудь испечь печенье, сделать торт новогодний, варенье красиво запакованное, опять же, домашнее, налепить, в конце концов, пельмени и принести все это, подарить красиво запакованное и не забыть потом спрятать в морозилку. Если у вас руки растут откуда надо, то, например, можно связать носки. Мне кажется, зимой это всегда актуально, если они действительно классные, хендмейт, какие-нибудь красивые, шерстяные, это всегда полезно. Можно сделать какую-нибудь вышивку на хорошем качественном полотенце, просто именную, допустим. Ну, что-нибудь в таком духе, мне кажется, тоже неплохой вариант. Дальше идет огромный список подарков, которые такие классические Zero Waste. Я, естественно, не могу их пропустить. Мне кажется, все это есть в любом списке подарков Zero Waste, которые вы можете найти в интернете, но я тоже, естественно, про все это расскажу. Можно подарить менструальную чашу, но не мальчикам и не каким-то дальним знакомым. Бритву я сама довольно давно уже пользуюсь вот этой Т-бритвой с лезвиями такими металлическими. Соответственно, нет лишнего мусора, но тоже не надо дарить это тем, кто подумает, что, не знаю, наверное, она намекает, что у меня слишком волосатые ноги. Естественно, всякие авоськи, какие-то сумки для покупок холчовые, все это классика Zero Waste. Это бутылка для воды металлическая, какой-нибудь термос, кофейная кружка, с которой ты можешь прийти в кофейню, и чтобы тебе там наливали кофе в твою индивидуальную кружку, которая закрывается, и, собственно, можно взять кофе на вынос. Можно подарить домашний компостер, чтобы дома, собственно, сделать себе компост и не выбрасывать в общий мусор какие-то биологические отходы. Стеклянные или металлические контейнеры для еды, наборы для путешествий, в которых есть там вилка, нож, какая-нибудь трубочка. Ну вот все в таком духе. Это все, в принципе, можно либо купить где-то, либо даже сделать самостоятельно. Почему бы и нет, если у вас есть время и желание на это. Какие-нибудь там мешочки для взвешивания, для покупок, наверное, как индивидуальный подарок не очень подойдет, но как дополнение к чему-то, почему бы и нет. Многоразовые диски для макияжа тоже уже довольно давно пользуюсь, для снятия макияжа, для умывания. У меня такие из ткани, давно тоже пользуюсь удобно. Не отказалась бы, если бы у меня их не было, я бы не отказалась такое получить в подарок. Многоразовые трубочки, естественно, есть стеклянные, есть металлические, есть бамбуковые всякие. Ну, в общем, выбирайте сами. Ситечка для заварки у нас классные, нам наши подарили. Это действительно был хороший подарок, так что берите на вооружение тоже. Френч-пресс, это позволяет не пользоваться там с этими чайными пакетиками или кофейными капсулами, в зависимости от того, что там заваривать. Такие силиконовые пакеты многоразовые тоже я перешла на них уже давно. И, в общем, классная вещь, удобная. В них можно и замораживать, и какие-то продукты хранить тоже ок. Какая-нибудь косметика, если вы примерно представляете, чем человек пользуется. Масла, скрабы, мыло, твердые шампуни, кондиционеры, вот это вот все. Еще несколько идей с подарками для кухни. Например, набор масел кунжутное, льняное, оливковое, там, супер первого отжима. Если человек и так на каком-нибудь зоже, он наверняка все это пробовал, у него все это есть. Если нет, и вы хотите его как-то приобщить и, может быть, немножко подтолкнуть, то такой набор в красивых стеклянных банках будет хорошим подарком. Точно так же можно, например, подарить набор специй, тоже в стекле, чтобы все было одинаковое, красивое, с какими-нибудь такими ярлычками красивыми, наклейками, чтобы было понятно, что где. Я бы, в принципе, наверное, некоторое время назад от этого не отказалась, но сейчас я уже полностью организовала свою коллекцию специй, поэтому для меня уже не актуально. Дальше давайте перейдем в виртуальный мир и поговорим о всяких подписках и всяких таких нематериальных штучках. Подписки на разные сервисы, например, на Netflix. Если человек раньше не сталкивался с Netflix, ничего общего с ним не имел, наверняка будет рад такому подарку. На Audible, на Todoist, на Evernote, на Spotify, на Яндекс.Музыку, YouTube-музыку, на YouTube Premium Red, не знаю, как он в России называется, на Apple-музыку, я уже говорила, нет? Можно дарить какие-нибудь аудиокнижки и электронные книги, то есть это тоже все нематериальное, и даже если вдруг человеку это не понравилось, не зашло, ничего страшного, ну просто он ее не прочитает, а у него не будет валяться вот этот вот кусочек бумаги. Отдельно я хочу выделить адекватное онлайн-образование. Естественно, вообще сейчас полно всякого инфо-цыганства и такого всякого не очень адекватного, но, например, курсы на Курсере — это вполне себе отличный, на мой взгляд, подарок. И что-нибудь действительно такое проверенное, на что есть хорошие отзывы, что не появилось вчера, мне кажется, это можно и даже нужно дарить. Еще одна идея, возможно, из прошлого века, но, например, я до сих пор созваниваюсь со своими родителями по скайпу, и периодически мне, допустим, надо звонить куда-то, используя скайп, и в таких случаях, естественно, нужно пополнять баланс, и если бы мне кто-нибудь просто взял и вот так вот пополнил баланс скайпа, я бы посчитала, что это очень классный подарок. Еще целая огромная пачка идей виртуальных подарков — это всякие сертификаты на какие-то развлечения или услуги. Например, можно подарить несколько месяцев или даже год занятий в фитнес-клубе, но, опять же, тут осторожнее, зависит от того, кому вы это дарите, чтобы это не было воспринято как какой-то негативный намек. Можно подарить несколько посещений бассейна или несколько месяцев, уроки танцев, сертификат на уборку от клининговой компании. Здесь тоже вопрос такой, как бы не будет ли это таким подколом, но смотрите сами, смотря кому. Я, например, если бы дарила, ну, например, маме, я бы вполне могла что-нибудь такое подарить или сестре, но каким-то там более далеким родственникам и знакомым, наверное, не стало бы. Опять же, сертификаты на массаж, в спа. Можно подарить игру в эскейп-рум для человека и для компании. Возможно, он и вас потом позовет туда. Музейные карты, сертификаты, опять же, на стрижки, окраски, какие-то бьюти-процедуры на ламинирование ресниц или бровей. Сертификат на фотосессию. Можно подарить курс обучения, например, фотографии. Ну и, в общем, дальше у вас тут должна разыграться фантазия. Можно подарить человеку курсы по макияжу. Я бы, например, кстати, может быть и пошла, а может и нет. Не знаю. Люди бывают разные, у всех свои интересы. Кому-то бы вполне подошли, например, сертификаты на татуировку или на пирсинг в какой-нибудь классный тату-салон. Можно дарить кулинарные мастер-классы. Можно дарить сертификаты на разбор гардероба или на несколько часов шоппинга со стилистом. Из тоже вроде как сертификатов, но, мне кажется, интересных и очень полезных. Это подарить несколько уроков или какой-нибудь курс по изучению иностранного языка. Либо какого-нибудь нового с нуля. Но для этого, конечно, надо знать, что человек в этом заинтересован. Либо, наоборот, допустим, поддерживать его уровень английского. Или, наоборот, его улучшать. Естественно, можно дарить разные билеты. Желательно, конечно, с открытой даты. Например, в кино или на какой-нибудь концерт. Или на какое-нибудь спортивное мероприятие. На каток, на какой-нибудь сыгранолыжный склон. Если человек этим увлекается. Из материального. Можно дарить свечи. Я, например, довольно часто выбираю дарить свечи. Если мне надо к кому-то прийти в гости, например. И надо что-нибудь с собой принести. И всегда радуюсь, когда мне их дарят. Хотя я как-то сказала, что да. Если вы очень хотите обязательно что-нибудь подарить. То дарите свечи. У меня в какой-то момент был с ними реальный перебор. Но сейчас такое время, что постоянно темно. И утром, и, блин, даже днем темно. Поэтому свечи вообще хорошо идут в расход. Можно дарить, если человеку это интересно. Какие-нибудь домашние растения, суккуленты, кактусы. Ну, в зависимости от того, какой у него интерьер. У нас, например, домашних растений вообще никаких нет. И я бы, наверное, не обрадовалась. Но люди все разные. Слава богу. Ну и последний блок мне кажется наиболее интересным. И в этом году я собираюсь сама подарить несколько таких подарков. Это сертификаты на свои собственные услуги, что ли. Ну, то есть на свое собственное время. Что я имею в виду? Кому-то из своих знакомых, у кого много маленьких детей. Или даже один маленький ребенок. И я вижу, что человеку тяжело. Он хочет, чтобы ему как-то помогли. Вот таким людям я бы с радостью дарила какие-то сертификаты. Типа на свои собственные услуги. Например, я могу сказать. Я на Новый год дарю тебе такую возможность. Ты в любой день, чуть заранее со мной договорившись, можешь меня вызвать, чтобы я, допустим, погуляла с ребенком, пока ты поспишь. Или наоборот, я бы могла приехать к тебе. И пока ты занимаешься ребенком, я бы помогла тебе навести порядок. Помыть полы, не знаю, разобрать скопившуюся посуду, погладить одежду, если в этом доме гладят одежду. Что-нибудь в таком духе. Я могла бы точно так же предложить людям что-нибудь. Я готова для своей, опять же, подруги, у которой нету много времени, потому что она чем-нибудь страшно занята. Чаще всего детьми, конечно. Я бы могла, допустим, сходить для нее в магазин по списку. Или просто сходить с ней погулять. Это тоже, мне кажется, бывает очень ценно. Естественно, в таком случае, ну, если это близкий друг, это скорее такой какой-то забавный жест, потому что, в общем, хорошие близкие друзья наверняка и так ходят друг с другом гулять. Но можно, не знаю, предложить там какую-нибудь поход на дискотеку, потому что в общем и целом меня, например, на дискотеку особо не вытащишь, а многие подруги часто меня зовут. То вот в качестве подарка новогоднего им я бы могла пообещать им, что в следующий раз, когда они меня позовут, я с ними пойду. Но, естественно, это все зависит от того, какие у вас отношения с вашими друзьями и что именно вы готовы лично от себя им предложить. Еще, как идея, мне, например, есть места, в которые мне очень не нравится ходить. То есть, когда, например, надо какой-нибудь бюрократией заниматься или, ну, не знаю, где-нибудь там долго сидеть в очереди или что-нибудь такое, я бы на такие типы мероприятия с удовольствием бы брала с собой кого-нибудь из друзей, кто бы помог мне, не знаю, скрасить ожидания чего-нибудь неприятного, что-нибудь в таком духе. То есть, я со своей стороны точно так же готова подарить, так сказать, человеку сертификат на то, что я с ним схожу в какое-нибудь не очень приятное место и помогу ему там совсем справиться, не знаю, постоять в какой-нибудь второй очереди, что-нибудь в таком духе. В общем, дальше только ваша фантазия, если вы в чем-то сильны, например, не знаю, вы умеете делать массаж или умеете делать маникюр или умеете оформлять брови, неважно. Ну, то есть, вы можете точно так же какие-то свои услуги дарить своим знакомым и друзьям. На этом мои записи закончились, но, в принципе, понятно, что идей можно написать гораздо больше, можно в любую как бы сферу углубляться и двигаться в этом направлении. Я надеюсь, что вы не то, чтобы воспримите все это совершенно буквально, а это скорее натолкнет вас на какие-то мысли, в какую сторону можно подумать и что подарить вашим близким людям. Если в течение просмотра у вас возникли какие-то идеи, то, как я уже говорила, пишите в комментариях. Я думаю, будет полезно всем, кто будет смотреть это видео и мне, может быть, тоже будет полезно. Я с интересом почитаю. Основные идеи тех подарков, которые предлагаю я, в том, что они действительно, мне кажется, почти все zero waste, то есть они не продуцируют каких-то лишних материальных вещей. И они, я думаю, что в большинстве своем понравятся людям-минималистам и людям, которые задумываются о осознанном потреблении. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я натолкнула вас на нужные идеи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на второй канал. И все, пока-пока, всех с наступающим и всем хороших, классных подарков, которые будут вас радовать. И желаю вам тоже найти кучу идей, чтобы дарить то, что будет радовать ваших близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok